Итак, сегодняшняя неделя, это неделя православия. Главную мысль, которую нам дает Церковь, посыл, это возможность почувствовать себя принадлежащим к величайшей семье, к огромному Дому Божьему, выйти за рамки своей ограниченности. Что человек не может жить один, только внутри себя, своими интересами. Он, вообще человек, это вселенского масштаба существо. И святой Николай Сербский говорил, что человек это не то, что помещается в гробу, а это тот, ради кого распростерто небо. Небесный свод он называл царской короной над головой каждого человека. Человек это вселенского масштаба существо, у него в душе помещается вся вселенная. Потому что Господь, Он обещает жить в человеке. Человек позамыслал этот Дом Божий. И при всем том, что море глубокое, небо высокое, не живет в них Господь. Говорит, небо и небес не вмещают меня, говорит Господь. Какой храм построите мне? То есть Он хочет жить с человеками. Не хочет жить со звездами, с китами морскими или там где-то еще. Это все говорит только о силе Его творения. Но человек это маленькое существо, это маленький богоносец, который призван к этой вечной славе. И действительно, представьте себе, что действительно небесный свод, это есть некая звездная корона над головой у каждого человека. И не гроб вмещает человека, а небо принимает его. Он создан для вечной жизни. И вот сегодня Церковь в День Торжества Православия напоминает нам всех тех, которые наши, которых много, всех тех, которые не наши, которых тоже много, чтобы мы прошли прямо. Не как змей, чтобы мы ходили по жизни. Потому что змей ходит вправо, влево, вправо. Он так на брюхе ползает. Он то направо пошел, то налево пошел. Он постоянно ползает вот так. Вот он иначе ходить не может. Ему Бог ноги не дал, и он поэтому петляет. А мы должны, у нас ноги есть, мы должны ходить прямо. Не уклоняясь ни направо, ни налево. И для этого сегодняшний чин православия на богослужении я специально читал вам отрывок из Второзакония, где взято, откуда взято вообще сегодняшняя эта молитвенная практика. Когда евреи заходили в обетованную землю, им нужно было зайти в эту землю, вооружившись правилами новой жизни. Войти в новый мир со старыми правилами нельзя. Нельзя старому и ветхому войти в новое. Чтобы ты зашел в жизнь новую, как вот, например, это вселенское безумие, связанное с Новым годом. Все поздравляют друг друга с Новым годом и новым счастьем. И желают чего-то нового друг другу, но абсолютно не желают меняться. И как бы делают вид, что не понимают, или действительно не понимают. Но это тогда признак глубокого духовного упадка. Что новое дается новым. Что ветхому новое не дается. Не вливают вино молодое в мехи ветхие. Но надо пожалеть его вино, потому что порвутся мехи, и вино прольется, и меси погибнут. Поэтому надо вливать новое в новое. А в старое ничего не нальешь. Оно либо грязное, да, да, любая хозяйка не наливает там что-нибудь свежее, чистое, вкусное, в грязное, не помытое. Но это любому понятно человеку. Только стоит перенести эти все принципы на божественную жизнь. И вот евреям нужно было обновиться умом. И тогда они должны были зайти в эту новую землю. И говорит Господь, вот виноградники, которых ты не садил. Вот масличные деревья, которых ты не выращивал. Ешь, насыщайся. Вот дома, которые ты не строил. Вот колодцы, которые ты не высекал. Вот распаханные пашни, которыми ты не трудился. Заходи, живи, ешь. Но имей новые мысли. И вот эти новые мысли были определены вот при этом. С горы Горизим кричали благословение. А с горы Гевал кричали проклятие. И народ должен был проходить между этими горами, как река по руслу, и слушать, кто такой благословенный, кто такой проклятый. Благословение в том отрывке, который я прочел сегодня вам, там благословения не поминаются. Но благословение мы без труда с вами найдем, если захотим, например, из псалтири, которую нужно читать, прям читать, с такой, знаете, с настырностью мыши, нашедшей большой кусок сыра. Нужно прям залазить в нее, в эту псалтирь, вгрызаться в нее, прям жить в ней, в псалтире, сейчас. Ну надо, пришло время. Ну приеде время. А куда? Когда еще? Уже на смертном отре вы молиться не будете уже. Гляньте на умирающих. Хрипят, мечутся головой по подушке, как бы ничего не понимают, уже и причаститься не могут многие. Надо молиться сейчас, пока ты здоров, когда пост, когда все остальное. Так вот в псалтире нам дается огромный перечень того, а кто такой благословенный? Ну если благословен, там по-русски говорят счастлив, а по церковному блажен. Например, блажен, разумеваяй на нища и у Бога. В день лютый избавит его Господь. То есть кто имеет сострадание к нищему, имеет переживание об убогом, и носит в себе мысль такую, как бы мне помочь человеку, которому хуже, чем мне. Это благословенный человек. В нем благословение. Человек, который спешит в Храм Божий раньше всех и уходит позже всех. Это благословенный человек. О таких людях сказал Господь, сделай его с толпом. В Храме Бога мы его и уже не выйдет вон. То есть будь всегда в Храме Божьем, ибо к этому стремится душа его. Про Николая Чудотворца мы точно знаем только несколько фактов жизни. Но достоверно знаем, что он раньше всех всегда приходил в церковь, и позже всех всегда уходил из церкви. Это благословенный человек. Человек, который зарабатывает руками, или головой, но трудом своим, и уделяет от своего заработка еще другим, и содержит кого-то на заработанное свое. Это благословенный человек, в этом нету ошибки. Человек, который хранит язык свой, и не верит всякому слуху, и судит не по слуху ушей, не по глазу своему ошибочному, а по сердцу, в котором Бог. Это благословенный человек. Кто любит Писание Святое, не отлучается от него. Это благословенный, блаженный человек. Блажен муж, который не ходит на совет начестивых, и на пути грешных не стоит, и на седалище губителей не сидит. Но в законе Господнем воля его, и в законе его поучиться день и ночь. Это благословенный человек. То есть мы знаем, кто благословенный. Целомудренные, благословенные. Верные в браке, благословенные. Милостивые, благословенные. Набожные, богомольные, любящие церковь, стремящиеся к молитве, борющиеся со своими похотьми и страстами, благословенные. И вот они из горы Горизин кричали, кто благословенный, благословен такой, благословен такой. Говорит, аминь, 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 отвечал народ. А с левой стороны говорили, слышали там, проклят кто ляжет с тещей своей. И народ говорит, аминь. Ну действительно проклят. Хотя по нынешним временам это такая тема, ну сами знаете, это можно и в кино посмотреть, эти все эти, значит, любовные хитросплетения падшего человечества. А это было сказано не зря. Значит, проклят кто подставляет ножку слепому. Кто сбивает слепого с пути. Я когда-то вам объяснял, что в каждой заповеди есть духовный глубокий смысл. Трудно найти такого подлеца, который бы сбивал настоящего слепого, реально вот просто толкал бы его или там натягивал бы какую-то проволоку перед его ногами, чтобы он упал. Но в этой заповеди есть гораздо более глубокий смысл. Слепым является любой человек, который чего-то не понимает, например, юридических или экономических тонкостей. А тот, кто понимает все и благодаря своим знаниям обманывает незнающего, то этот человек подставляет ногу слепому. Например, банковский служащий или какой-нибудь там менеджер по продажам дает вам какой-нибудь лист там подписать. Подпишите вот здесь ваши обязательства. А там внизу мелким-мелким шрифтом написаны все опасности этого договора. А у тебя и очков нету, то ты вообще не любишь тебе бумаги читать. Ты не читаешь этого обычно. Да подписывайте быстро, все хорошо. А он-то знает, что ты сейчас подпишешь, и твоя квартира через три месяца будет там не твоя. Или же тебе нужно будет там почки свои вырезать и продавать, чтобы расплатиться с долгами. Он это знает. А ты не знаешь. Ты слепой в это время. Во время подписывания ложного договора ты слепой. А тот торопит тебя, говорит, давай, давай, наста и подписывай. Он-то знает все. Он зрячий. И он тебя толкает просто в яму, просто убивает тебя сейчас. Сознательно. И вот закон говорит, проклят всякий, сбивающий с дороги слепого. Слышали? И весь народ говорит, аминь. То есть все жулики, все махинаторы, все вот эти шахермахерщики, которые пытаются обдурить старую бабку, значит, выдурить с нее последние деньги с этой карточки пенсионной. Которые звонят, там, телефонные мошенники, всякие там, через юридические всякие сложности, там, квартиры выдурят у людей. Закон сказал еще когда-то давно. Ты просто пользуйся чужим незнанием. Ты пользуйся чужой слабостью. У старика там нету рядом никого молодого, никто не подскажет. И ты его обманываешь. Проклят такой человек. Слышите? Проклят. И весь народ говорит, аминь. И все остальные, там, скотоложцы, мужеложцы, там, открывающий край отца своего, там, одежды, там, спящие с мачехами, там, или с отчимами, и так далее, и тому подобное. Проклят такой человек. Слово Божие не меняется. Новый Завет может выйти выше, чем Ветхий Завет, но он не отменяет Ветхого Завета. Ветхий Завет не отменяем. Можно его преодолеть, превзойти, пойти выше, 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 но то, что было сказано, остается. А подавляющее большинство людей не то, что не живут в Новом Завете, им и до Ветхого Завета еще далеко. Многие люди не знают заповеди. Не то, что и не исполняют их, и не знают их. Например, есть такая великолепная заповедь «Не лжесвидетельство». Она одна из десяти. Вот там, где чти отца и матери, там, где чти субботний день, там не убивай, там есть такое «Не лжесвидетельство». То есть не говори ложь на ближнего своего. Кто бы это ни был. А у нас она нарушается на каждом шагу, потому что люди просто не знают ее. Они грешат на каждом шагу. Например, ну, самая банальная вещь. Все попы на Мерседесах. Все попы толстые, богатые, жирные, наглые. У каждого по два Мерседеса. Ну, по одному точно. Но это явное лжесвидетельство, потому что найти попа с Мерседесом надо еще сильно постараться. Сколько их у нас в церкви есть, как бы на Жигулях легче легкого найти. На какой-нибудь там старой Ауди двадцатилетнего возраста легче легкого. А на Мерседесе... А почему так все говорят? А лжесвидетельствуют. Просто кто-то сказал, а у них голова пустая. А пустая голова – это тоже фактор наказания. Пустоголовый человек тоже виноват. Если у человека голова пустая, сердце чахлое, воля на добро не направлена, и Слово Божие в руках у него не бывает никогда, то он уже виноват. За что? Почему? Потому что его можно наполнить любой грязью, любой бурдой, любым месивом информационным. Любым. Если в человеке пустая голова, он уже виноват, потому что его непременно кто-нибудь заправит под завязку какой-нибудь гадостью, и тогда он просто превратится в местилище каких-то нечистых духов и злых мыслей. И тогда он будет уже явным. Уже пустая голова – это уже фактор виноватности. И вот люди заходили в эту землю обетования через этот узкий коридор между горами. То есть благословен, изучающий Слово Божие. Аминь. Проклят, делающий то-то и то-то. Аминь. Вот они так и... И мы так заходим в Царство Небесное. Мы тоже так заходим в Царство Небесное. И не иначе. Если кто-нибудь думает, что Господь Бог превратился в бубочку и лапочку в Новом Завете, что Он такой весь сладенький и добренький, то, пожалуйста, выкидывайте эту чушь, эта мерзкая чушь, в голове вашей. Господь как был грозный, так грозный и остался. Как был страшный, так страшный и остался. Как был великий, в гневе, как обиженная медведица, разъяренная, задетенышей своих, рвет направо и налево, нечестив их земли, как об этом написано там в книгах Царств, в Псалмах. Какой он был, такой он и остается. А если кто-нибудь не знал этого, то он виноват, потому что он этого не знал. Придумали себе Боженьку, добренького. Нету добреньких Боженых. Христос Господь уж насколько милость нам явил. Явил нам, ну просто вывернулся наизнанку. Всю кровь сжил-пролил, чтобы я жил вечно, чтобы мои грехи смыть. Но и Он показал себя не только исцеляющим, и не только прощающим. Он в Евангелии проклял смоковницу. Потому что дерево – это самый яркий образ человека. С деревом постоянно сравнивают человека и Давид, и Иоанн Притеча, и Гришу Секира, при корени древо лежит. Всякое древо, не приносящее плода, будет срублено и брошено в огонь. Это кто сказал? Это Евангелие, это Иоанн Притеча. И дерево – это самый действительно такой яркий образ человека. Дерево с плодами – это человек благочестивый и святой. Дерево сухое, без плодов – это человек бесполезный, о котором садовник говорит, да сруби ты его, что он землю занимает. Тоже Евангелие от Луки, по-моему, 17 глава, я могу ошибиться в точной главе, говорит, сруби ты это дерево, что он землю занимает, это человека, о человеке говорится. корни любого дерева уходят глубоко в темноту земную, и мы их не видим. Именно от здоровья корней зависит здоровье человека, здоровье дерева. А наши корни духовные внутри тоже погружаются в невидимый мир. Мы ведь живем-то невидимыми вещами. Мы живем мыслями, идеями, стремлениями сердца, которые никому не видны. Это корни существа нашего. Мы должны пускать их глубоко в тьму тайны Божьей, и оттуда тянуть живые соки. И кто тянет живые соки оттуда, на том есть и лист, лист его не отпадет, и вся иликаща творит, успеет, и плод на нем есть. Если листья есть, а плода нету, как на засохшей смоковнице, это значит, ты снаружи хорошенький, или хорошенькая, а мы все очень хотим быть хорошенькими для всех, такие вот хорошенькими, хотим быть для всех. Это прелюбодейное желание. Раб Божий хочет быть в мире со всеми, но потому что он раб Божий, он не может быть в мире со всеми. У него будет множество врагов, которых он не искал, потому что он раб Божий. Если хочешь быть таким вот для всех хорошеньким, остерегайся осторожно, потому что это прелюбодейное желание. И так не бывает. Чем больше будешь к Богу идти, тем больше у тебя будут появляться люди, которые мешают тебе, осуждают тебя, клевещут на тебя, рассказывают про тебя за спиной небылицы всякие, выдумывают про тебя и так далее. Это некая такая неизбежность такая. Так вот, у кого есть листья, а плода нету, это тоже яркий образ. Снаружи хорошенький, а внутри бесплодный, нет плода. Так что дерево, это как бы человек, это вообще очень на это человека похоже. И Господь Иисус Христос проклял смоковницу в конце своего земного пути, чтобы показать нам тоже, что Он при всей своей милости, при всем том режиме милости и прощения, в котором Он пришел на землю по воле Отца, Он все-таки тоже может наказывать и карать. А уже откровение Иоанна Богослова, это вообще роскошь целая. Мы там видим Иисуса, которого никогда не видели. Начиная с внешнего вида, Он же там явился с белыми волосами. Где вы видите Иисуса с белыми волосами? Он на любой иконе, у него волосы пшеничные, светло-коричневые, как у Давида, разделенные надвое, распускающиеся по плечам. Небольшая борода, не такая борода, как у схимника, небольшая бородка, тоже надвое разделенное. Это его внешний вид, который дошел до нас еще от апостольских времен. Но в Апокалипсисе Он приходит с белыми волосами, с огненными ногами, с мечом, выходящим из уст, в белой одежде священника и припоясанный золотым поясом, значит, по персиям, как у нас и подьяконы припоясываются, как в Ветхозаветах. Где вы такого Иисуса видели? А потом Он скачет на коне в белой одежде, у Него забрызганная кровью одежда, а на бедре написано «Царь царей, Слово Божие, великий архиерей». И Он убивает нечестивого духом уст своих и сокрушает, как глиняные горшки, народы. Вы где такого Иисуса видели? Нигде. В Откровении мы узнаем, вот Он какой, Господь наш Иисус. Поэтому сегодняшний день великий, мы не должны, если мы должны вообще отказаться от тех, ну, наивных детских представлений про доброго Божьего, это в первом классе еще пойдет, и в садике пойдет, и маленькому ребенку пойдет, но уже мы-то взрослые грешники, живущие в самые, может быть, плотные времена, в которые все, все маски срываются, грим течет, все вылазит наружу, мы-то должны понимать, какой Господь по-настоящему. И вот Он говорит, этого Я благословлю, Аминь, а этого Я прокляну, мы со страхом, Аминь, мы не будем этого делать, я боюсь проклятия. И вот между этим благословением и проклятием мы идем в землю обетования, мы должны быть новыми людьми для того, чтобы жить по новому завету, в новом законе и в новой вечной жизни. Новый живет в новом, старый остается за воротами. Как сказали нам люди Божии, что нужно жить между страхом и надеждой. И каждый из нас должен чувствовать эти обе вещи. Страх накатывает на человека, боюсь, наказание боюсь, и муки непростимой, и огня негасимого, боюсь, и посечения оного внезапного, боюсь, внезапно же будет все, внезапно, без предупреждения, вдруг, в мгновение ока затрубит, и мы изменимся, и мертвые поднимутся, это будет страшный день, боюсь, боюсь, нельзя не бояться, надо бояться. Господь сам сказал, говорит, не бойтесь убивающих тела, а душу убить немогущих, скажу вам, кого убойтесь. Христос сказал. То есть страх Божий в новом завете также есть, как и в ветхом. Убойтесь того, кто после убиения может тело и душу затащить в гебри огненную. Я и говорю вам, того убойтесь. Сам Господь сказал. То есть, есть страх Божий в Евангелии, надо бояться внезапного Божьего суда, этого взгляда насквозь, сквозь тебя, и всей той грязи, которая во мне все еще есть, не очищенная, не оплаканная, не закрытая милостынями, надо бояться. А потом приходит легкое веяние, как келье на Хариме, такое, земля тряслась, и не там Господь. Потом бурный ветер пошел, горы движущие, не там Господь. А потом еще мураган пошел, камни раздирались, и не там Господь. А потом тихая прохлада, и там Господь. И потом после этого страха приходит надежда. Надежда приходит. На кого надежда? На Иисуса. На Иисуса, который... Ты для кого ты с небес сошел? Для нас. Для кого ты от Девы родился, стал человеком, как мы, без греха? Для нас. А за кого ты пошел на крест? За нас. А за кого ты мучился? За нас. А за кого ты молился на кресте? За всех людей. Даже за распинателей. Прости им, не знаю, что творят. А за кого ты в гроб лег? А для чего ты из гроба поднялся? Для нас. Умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот вам сразу приходит утешение. На кого я надеюсь? Над Господом. На Господу упова я не изнемогу. Как там в Псалом 45 пишет, что, значит, Бог нам прибежащая сила, помощник в скорбях, обретших на зело. Поэтому не убоимся, когда трясется земля и сползают горы в сердца морская. Можете представлять, что надежда на Бога может быть такова, что вот земля трясется под нами, да, и гора ползет и в море исчезает. А ты стоишь как бы и говоришь, Бог нам прибежащая сила, не убоимся, когда смущается земля. То есть даже такое бывает у кого-то. У нас пока нет. У нас пока такого нет. Камар зажужжал, и мы уже испугались. А когда начнет земля трястись, она предсказана землетрясения, глады и моры по местам. Нам же сказано, что будут войны и слухи о войнах, землетрясение и голод. И это все начало болезней. Еще ничего не началось, мы уже испугались. А надо, чтобы все тряслось, а мы не боялись. Как это сделать? А вот для того и церковь существует. И молитва для этого, все для этого, покаяние для этого. Поэтому мы пугаемся. И правильно, нельзя без страха жить. Человек, который без страха живет, это наглый человек. Это плохой человек, который никого не боится. Совести не боится, родителей не боится, людей не стыдится, Бога не боится. Это ужасный человек, кто никого не боится. Милиция у него куплена, суды, допустим, куплены, совести в нем нет, мама уже умерла, а если бы умерла, то он бы ее не слушал. Значит, и Бога в он не верит. Да это ужасный человек. Человеку нужно бояться. Только в случае какого-то страха святого человек может удерживать себя, руководить собой. Но нельзя все время бояться. Нужно иметь надежду и радоваться. Поэтому вот мы идем между благословением и проклятием, между страхом и надеждой. Такой у нас с вами путь. Такой у нас путь с вами, да. Если вам будет сильно весело, вы себя так как-то так присаживаете. Вспоминайте, что есть много страшных, великих вещей. Потому что радоваться нужно со страхом. Работайте Господи со страхом, радуйтесь Ему с трепетом. Да, то есть надо радоваться с трепетом. А работать Богу, Господу со страхом. Но если вы будете сильно бояться, тревожиться, но вы утешаетесь Иисусом. Вспоминайте, прям вспоминайте, что Он родился для нас, пришел к нам, чудеса сотворил для нас. Да ты исцелишься, о душе! Христос расслабленно востегнул, кровоточил и исцелил, глаза слепые раскрыл, прокаженных очистил, чтобы ты спаслась, о душе моя. Великий канон. Да ты исцелишься, о душе! Иисусом нужно утешаться. К Его кресту бежать, обнимать подножие креста, прям хвататься за Него, как за якорь спасения. Иисус на кресте, это наше спасение. Утешайтесь Иисусом и бойтесь Божьего суда. А как иначе? А как иначе? А мы так все как-то баловались, игрались так как с Господом, придумали себе доброго Боженька, играли с Ним в прятки. Боженька, ты меня не видишь, Боженька, я тебя не вижу. Боженька, то, Боженька, сё. А что там Боженька сказал? А какая разница, что Он сказал? А вот это мне нравится в Евангелии, я это буду делать. А вот это мне не нравится в Евангелии, я даже слушать не хочу. Ну как бы так мы поступаем. Это мне нравится, я это сделаю. А вот это мне не нравится, это не будет. Ну это все, ну, друзья мои, шутки кончились. Кончились шутки. Слава Богу за все, шутки кончились. Так что мы сегодня с вами должны почувствовать свою связь и с равноапостольным Владимиром, и с царем Константином, и с Петром, Павлом, Андреем, Яковом, Фомой, Варфоломеем и, значит, другими апостолами. И со всеми святыми отцами, которыми мы пропели и вечную память, и многое лето. И со всей Церковью Божией, которая есть сегодня везде. Сегодня Церковь есть даже в Антарктиде. Пустите все представить, что если бы кто-нибудь из вас был полярником, или там этим антарктическим исследователем, там этих, не знаю, там, воздуха, или погоды, там, или что-то там еще, там этих айсбергов, то даже в Антарктиде он бы мог, значит, молиться и причащаться. Вот. Есть Церковь на всех континентах, всюду-всюду-всюду, Господь так сделал, что Церковь сегодня есть везде. И мы должны почувствовать свою связь с этой Вселенской Церковью. А также должны выстроить свой ум так, чтобы нам идти прямо, ни вправо, ни влево, не уходя. Для этого сегодняшний наш день торжества православия. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова